Друзья, хочу, если вы не будете против, хочу сегодня завершить прошлую тему. И если вы помните, я говорил о божественном руководстве на каждый день нашей жизни. Спасибо вам огромное. Спасибо. Спасибо, спасибо. Благословение вам. Присажитесь, пожалуйста. И я думаю, что я верю в это, и я думаю, что вы тоже верите в это. И вы так и думаете, что мы не можем жить без руководства Божьего на каждый день. И нам нужно Божье руководство на каждый день. И вы знаете, часто бывает так, что мы не знаем, как нам поступить в той или иной ситуации. И Библия, не всегда мы находим в Библии точный ответ, находясь в какой-то конкретной ситуации. Например, нигде не написано в Библии, что у сестры Марии и у такого-то или такого-то человека будет какие-то сложности в отношениях, и как поступить, как получить Божье руководство, то я говорил в тот раз, по-моему, о четырех вещах. Я буду проходить по этим вещам. Я еще повторю, очень важно для нас, чтобы мы понимали библейские принципы для того, чтобы руководствоваться ими в своей повседневной жизни. Нам нужны библейские принципы, и они есть в Писании, которыми мы можем руководствоваться в своей повседневной жизни, потому что мы каждый день принимаем решения. Мы даже иногда не уделяем этому внимания, потому что мы принимаем решения, начиная с того, когда мы проснулись, встать, пить кофе, не пить кофе, кушать, не кушать, завтракать, не завтракать. Но это важное решение, знаете, потому что, если я, например, не позавтракал, то я пообедаю обязательно. Но есть вещи, которые, они не настолько, они не такие, знаете, которые происходят в любом случае, но они происходят в любом случае принятия каких-то решений нами. И есть, как бы могла выглядеть моя жизнь, мы говорили в тот раз, как бы могла выглядеть моя жизнь, если бы я принимал качественные, правильные решения в своей жизни. Потому что Бог хочет, чтобы те страницы моей жизни, которые еще не написаны, та история моей жизни, которая еще не написана, чтобы она была написана, эта история, которая будет написана, эта история, которая бы я хотел бы поделиться со всеми остальными. И когда я приду на небо, я мог также с радостью представить историю своей жизни, которая написана, и эти главы, которые написаны в моей истории, жизненной истории, 70 или 80, или сколько-то лет. И знаете, говоря об этом, почему я считаю, что это важно? Нам нужно открыть для себя принципы божественного руководства, в котором мы нуждаемся, чтобы жить жизнью, которая будет прославлять нашего Господа. Как я могу руководствоваться или чем я могу руководствоваться в той или иной ситуации? Это очень важно. Я не знаю, для вас важно это или нет, но для меня очень важно, чтобы в своем сердце, внутри себя я понимал, что я иду путем, которым ведет меня Господь. Для каждого христианина это очень важно. Я даже не сомневаюсь в этом, чтобы мы понимали, что мы идем тем путем, который ведет меня Господь. И когда мы получаем Божье руководство, мы получаем Божью мудрость, как поступить в тех или иных обстоятельствах, а нам нужно Божье руководство на каждый день нашей жизни. Правда же? Поэтому хочу продолжить. Там будет еще три пункта всего лишь. Начну с самого начала, о чем мы и говорили с вами в прошлый раз. И первое, о чем мы говорили, что один из принципов, это важно начать, то есть, в смысле, что начать? Моя и твоя история еще не закончена до тех пор, пока я живу здесь на земле, до тех пор, пока я дышу, до тех пор, пока мои глаза открываются, видят солнечный свет, моя история продолжается. Когда-то история каждого из нас закончится. Как закончилась история многих людей, которые жили до нас или в наше время, или были нашими современниками. Но сегодня еще не поздно ни для кого, это то, о чем я говорил, первый принцип, сегодня не поздно ни для кого изменить свою историю и написать ту главу, которую нужно написать в своей истории жизни, которую мы будем читать позже, или которую Господь будет читать, и которую мы можем, извините, рассказать другим. Поэтому, это хорошая новость, друзья, у меня есть хорошая новость для каждого сидящего здесь, это не конец истории, это не конец истории, начало карантина, это не конец истории, конец карантина, это не конец истории, кризис, это не конец истории. Нет, конечно же, еще можно изменить свою жизнь, пока мы живы, еще можно изменить все, что можно изменить. И один из способов, очень важных способов, как изменить свою историю, свою жизнь, начать что-то новое, скажите, новое. Независимо от того, насколько я могу казаться неуверенным, напуганным, быть в страхе, переживать трудные обстоятельства, застрявшим на месте, застрявшим в каких-то обстоятельствах, в самом себе. Но мы должны понимать, что моя история продолжается сегодня, моя жизнь продолжается сегодня. И что нового я начну делать сегодня? Что я еще смогу сделать сегодня? Что Господь хочет, чтобы я сделал сегодня? Я говорил об этом в прошлый раз. Начну ли я молиться со своим супругом, наконец-то, если я много лет с ним не молился? Потому что я хочу, чтобы начались изменения. И отношения, изменения в отношениях начинаются, ну, это такой, знаете, открою вам секрет. Самые настоящие изменения в жизни супругов начинаются с того, когда они начинают молиться вместе. Спросите у тех супругов, которые вместе не молятся, сколько бы они ни жили, у них всегда есть сложности. Вот когда они становятся на колени вместе и молятся, много чего изменяется, много чего изменяется. Конечно, есть такая ситуация, что один супруг спасенный, другой не спасенный, тогда один должен молиться за всех, правда же, да? И за детей, и за не спасенного. И даже если это супруга, тогда она священник в семье, муж глава, а она священник, как-то так. Вот, поэтому нужно верить Богу, что однажды будут стоять на коленях вместе. Правда же, да? То есть, начну ли я читать Библию, или я начну быть более щедрым, или чему я положу начало? Начну какое-то служение, начну служить людям, наконец-таки начну делать что-то, что Бог вкладывает в мое сердце многие годы. Итак, как Господь ведет нас? Он ведет нас таким образом, что моя история еще не закончена. И если я хочу видеть эту новую главу в своей истории, главу, возможно, которую никогда еще не была написана, но главу, которую хотел бы я прочитать другим через время, никогда не поздно начать. Пока солнце встает, пока глаза открываются, пока есть дыхание, никогда не поздно начинать. Амин. Я думаю, что это один из принципов, которые есть в Библии. Написано, Господь говорит, все творю все новое. Вы знаете, Он творит новое. И вчера творил, и сегодня, и завтра будет творить новое. Есть вторая вещь, о которой я не говорил в тот раз, но я буду идти по порядку. Это один следующий принцип. О чем мы говорим? Мы говорим о божественном руководстве на каждый день в нашей жизни. Вы знаете, иногда одно из самых лучших решений для какого-то человека, отдельно взятого человека, это не начать что-то новое и не еще что-то. Но иногда, я говорю о принципе, я не говорю, что сейчас именно это вам нужно. Мы должны знать, когда нам и что нужно, руководясь Божьими принципами. Знаете, иногда самое лучшее решение – это остановиться. Скажите, остановиться. Знаете, иногда, когда я чувствую, что чувствую такой внутренний импульс, или встречаюсь с серьезной дилеммой, или не понимаю, что происходит, или там еще какие-то вещи происходят. Вы знаете, часто мы начинаем бежать и увеличивать скорость. Но иногда лучшее решение – это остановиться. Взять паузу, помолиться Богу о направлении, отложить до утра что-то, подумать. Говорят в народе, да, утро вечера мудренее. Подумать, отложить до утра. Я не говорю, что вам именно сейчас это нужно сделать, но мы говорим о принципе. Например, получить мудрый совет от кого-то, от человека, которому вы доверяете, от духовного человека, которому вы доверяете. Затем спросить себя. Иногда это правильно. Может, мне нужно это прекратить делать? Что? Вы скажете, что? Я не знаю, что. Это может быть что угодно. Это может быть работа, какая-то деятельность, движение в каком-то направлении, которое доставляет немалый дискомфорт внутренний. Потому что большинство из нас, я тоже, мы все имеем хорошее намерение. Мы все, у нас есть хорошее намерение. По крайней мере, иногда мы оправдываем свои действия так или иначе. Иногда мы удивляемся тому, что мы довольно далеки от того, о чем мы мечтали, и в чем бы мы хотели находиться, и что Бог вложил в наше сердце. В чем бы мы хотели двигаться, или в чем бы мы хотели жить. По каким-то причинам. Я не разбираюсь сегодня об этом. Но сегодня понимаю, и я думаю, что каждый из нас понимает, что довольно редко что-либо происходит в нашей жизни без определенного количества принятых нами решений. Их было много. И понимаете, почему иногда остановка очень важна? Почему иногда остановиться очень важно? Писание говорит, есть такое место Писания, «Остановитесь и познайте, что я Господь». Когда мы бежим, 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 мы можем не замечать того, что Бог хочет нам показать. И почему остановка бывает иногда правильным действием? Когда мы останавливаемся, чтобы оценить, где мы находимся, и куда мы хотим идти, мы можем решить, как дальше идти к своей цели. То есть мы переоцениваем что-то, и мы решаем, как же я буду жить дальше. Вы знаете, каждый из нас, он задает себе вопрос, и он должен задавать этот вопрос себе, чтобы иметь, чтобы быть руководимым Господом в своей жизни. Что мне нужно остановить или что мне нужно убрать, чтобы приблизиться к Божьему направлению в своей жизни или к Божьей воле в своей жизни? Может быть, я что-то делаю, или может быть, я что-то делаю, что ведет меня не в том направлении, в котором бы я хотел? Или Бог не хочет, чтобы я туда шел? Что мне нужно полностью прекратить? Например, зависимость от социальных сетей. Это я говорю к примеру, в общем. Я не имею в виду кого-то, позвольте. Зависимость от социальных сетей. Алкоголь. Одобрение окружающих. Порнография. Нездоровые отношения. Осуждение других. Что я должен прекратить или остановить в своей жизни, чтобы стать ближе к Божьему руководству? Это не кто-то должен мне сказать. Это я должен увидеть перед Господом. И знаете, я думаю, что оставить что-то или остановиться, это не остановка в общем. Это некий следующий шаг, чтобы идти дальше. Сегодня я слушал песню на английском языке. Она звучит, там есть такие слова. Иногда мы что-то теряем или что-то теряем в сражении, чтобы выиграть окончательную победу. Иногда нам нужно что-то потерять, чтобы выиграть окончательную победу и чтобы окончательно победить. Если, например, какие-то отношения или какие-то мои действия уводят меня от той истории, я говорю образно, или от того Божьего плана, который Господь имеет для меня, той истории, которую я хотел бы со временем рассказать, то иногда мне нужно просто взять паузу не для того, чтобы подумать о последствиях, но также для того, чтобы перестать идти в этом направлении, разобраться, перестать идти в этом направлении. И это в моих отношениях с Богом. Итак, один из принципов божественного руководства для каждого дня в моей жизни, это принцип Писания, что нам нужно остановиться, или, знаете, мы, чтобы не двигаться по неверному пути, знаете, у нас слово покаяние, есть такое слово в Библии, и оно у нас всегда вызывает такой, немного, оно имеет такой негативный контекст. Покаяться, это значит, это такое драматичное что-то, это, знаете, мы не особо любим послания о покаянии, ну, в смысле, лучше говорить о небе, о процветании и так далее. Ну, не очень хочется слушать о покаянии постоянно, правда же? Но покаяние, это неплохая вещь. Покаяние, как написано в Библии, или одно из самых буквальных значений этого слова, это разворот, это поворот. Покаяние, это не просто, знаете, когда мы, когда у нас эмоциональный стресс, и мы рыдаем, и так далее, и так все выглядим покающимися. Нет, покаяние, это такая очень практическая штука, это разворот. Это значит, что я, я как бы шел сюда, а потом я пошел в обратном направлении. Поэтому, знаете, мне кажется, что во время движения в каком-то направлении, перед тем, как изменить направление движения, всегда нужно некое замедление и какая-то остановка. Правда же? Ну, вы же не видели, что на трассе едет машина на огромной скорости? И потом, ну, есть такие, конечно. Но потом человек вдруг подумал, что он едет не туда, куда надо. И знаете, иногда, когда ты едешь за рулем, и рядом сидят женщины, жена, например, и вдруг она, и Марина, у нее был такой звук, который она издавала, и у меня, знаете, все падало внутри. Она делала так. Прямо во время движения. Знаете, я готов был, я готов был, меня просто вводила этот ступор. Я думал, и было часто, и однажды я ехал за рулем, и один человек обогнал меня. Я как-то рассказывал, так нельзя делать никогда. Он просто, я ехал по крайнему левому ряду, и он обошел меня на большой скорости, и за каких-то 20-30 метров, он нарушая, то есть пересек двойную сплошную, просто вот так развернулся и поехал в обратную сторону. Я даже не знал, я даже не знал, что мне делать. Я не успел не тормозить, я даже не успел пожелать ему благословения. Я просто опешил. У меня просто нога немного задрожала, и руки, потому что это была просто реально аварийная ситуация. Вы знаете, мы никогда так не должны разворачиваться, но перед тем, как особенно когда есть движение, нужно немного притормозить, остановиться, подумать, посмотреть вокруг. Да, есть вещи, которые, возможно, нужно изменить в моей жизни, но нам не нужна, нам не нужна катастрофа, правда же? И покаяние, это не трагедия. Покаяние, это просто поворот, это просто разворот. Я разворачиваюсь, потому что я понял, что если я буду идти в этом направлении, я никогда не попаду туда, куда я планировал. Это странно, знаете, я, например, захочу поехать в Киев, или, или, или куда угодно, в Харьков, например, но осознавая, что по каким-то причинам, я еду не в Харьков, а еду в Винницу, я все равно буду ехать в Винницу, ожидая приехать в Харьков, это странно, правда же? Если я понимаю, вижу в навигаторе, что я уже в 20 километрах от Винницы, ну, конечно, я могу изменить свое желание побыть в Виннице вместо Харькова, но мне же нужно в Харьков, мне же нужно туда, а я по каким-то причинам, по неизнанию. Что мне нужно сделать? Мне нужно остановиться, найти развязку и развернуться, правда же? И иногда, особенно если вы ездили за рулем, за границей, развязки очень сложные, даже ты знаешь, куда тебе ехать, но ты попадаешь, и ты едешь в неправильном направлении, 20, 30, 40, 50 километров, и ты едешь, и едешь, едешь, и едешь по автобану, а развернуться не получается, потому что ты ошибся на развязке, но все равно разворачиваешься, не надо делать из этого трагедию, иногда нужно просто развернуться, и так покаяние, это не что-то страшное, это когда я осознаю, вау, я был неправ, я вообще не в том направлении, я же хотел, я же хотел сюда прийти, а почему я нахожусь здесь? Что-то произошло, что-то пошло не так, и вообще не трагедия, надо остановиться, и когда я каюсь, или раскаиваюсь, я перестаю двигаться в определенном направлении, и я возвращаюсь к Богу, на его, как к Богу, я же от него не уходил, но я возвращаюсь на Божий путь для меня, то есть у Бога есть для меня путь, и я хочу жить и ходить его путем, кто-то может сказать аминь? В этом смысле остановка и есть начало нового движения, в хорошем направлении для меня, в этом смысле остановка является чем-то полезным, мы не должны останавливаться, иногда нам нужно остановиться, может быть, мне нужно начать движение в направлении принятия ответственности, в отношении прощения, например, в отношении, например, к правильным друзьям, к новому месту жительства, или работа, или что бы то ни было, но не я это знаю, это каждый из нас знает, потому что Господь ведет каждого из нас своим путем, вы здесь, друзья? И я уже не читаю всех мест Писания, здесь много мест Писания, как минимум 4 места Писания, у меня есть по этому поводу. Это история о женщине, которая была, Иоанна 8 глава, с 3 стиха, это история о женщине, которая была взята на горячем прелюбодеянии, и они притащили ее к Иисусу, и они хотели побить ее камнями, и вы знаете всю эту историю, чем она закончилась, и Иисус задает ей вопрос, очень интересный вопрос, он говорит, женщина, где твои обвинители? Она говорит, он говорит, разве тебя никто не осудил? Она говорит, никто, Господи, никто, Господи. И он говорит, я тоже тебя не осуждаю, иди и впредь не греши. То есть он говорит, возьми ответственность за свою жизнь, не измени направление. Не надо раздирать свое сердце, не надо драматизировать ситуацию. Если Дух Святой показывает мне, что я неправ, и это направление неправильно, просто нужно прийти к нему и изменить это. И так, что касается принципов божественного руководства, на каждый день, одна из вещей, которая очень важна, иногда очень важно остановиться. И так же мы говорили с вами о принципе, который называет остаться. Я принимаю решение, я не буду долго об этом, потому что я в прошлый раз говорил, я принимаю решение все бросить по причине какой. Иногда нам нужно бросить что-то, но, вы знаете, если я хочу оставить что-то, я хочу все бросить, какая причина, почему я хочу все бросить, или что-то бросить, потому что это является правильным, или потому что мне кажется, что так будет легче. И вот, если мне кажется, что так будет легче, это неправильная причина. Это неправильная причина. Часто, более трудный вариант, трудный путь, трудная дорога, это есть правильный путь, Божий путь. Очень часто бывает так. Легче, знаете, на зло кондуктору купить билет, пойти пешком Бросить все это и сказать, да живи ты со своими проблемами И радуйся, до свидания Но так будет легче, но так будет правильно или нет? Правда же? Мне кажется, что так будет легче Потому что часто лучшими и наиболее продуктивными, важными решениями Является решение остаться на том же курсе, даже если проще будет уйти Даже если проще будет оставить Возьмите просто, например, семейные отношения Каждая семья, каждые отношения на этапе строительства У них же ведь не только медовый месяц был и все остальное Все остальное время это медовая жизнь У них было много всего, знаете Много всего Даже не перечесть Иногда вспоминать не хочется И иногда это очень трудно, знаете Это очень дорого Это хлопотно, это сложно Легче уйти в каких-то ситуациях Легче бросить эту дорогу Кажется, что если я приму такое решение Я найду более легкий путь Но правильный ли это путь? Это большой вопрос Остаться Сохранить это правильный путь Остаться на прежнем курсе Я не говорю, что никогда не нужно уходить или что-то оставлять Но я принимаю решение бросить, потому что это лучшее решение Или мне просто кажется, что уйти будет проще или легче Это был третий принцип Которым мы руководствуемся И мы должны иногда остаться в чем-то И еще одно, о чем я говорил, я коротко О том, чтобы сделать шаг навстречу своей судьбе Мне, возможно, придется отказаться от собственной безопасности И идти Чтобы написать следующую главу В моей жизни, возможно, мне придется идти дальше И идти — это не только география Это не только уйти из одного места и прийти в другое место Уйти — это значит покинуть То есть это покинуть какое-то место эмоционально В каких-то решениях То есть это могут быть очень разные вещи Чтобы пойти в другое место, нужно оставить прежнее Потому что мы не можем пойти И я говорил, по-моему, об Ильи, который сидел у потока Харафа И кушал мясо, хлеб И пил кристально чистую воду из источника И однажды Господь сказал ему Ты хватит сидеть тебе на этом месте Там было классно, было клево, знаете, комфортно Везде все... Там был голод и засуха У него было норм Он даже не парился по этому поводу Ему не надо было ездить в супермаркет Все было обеспечено Он просто отдыхал Такой у него был карантин, знаете Свежее мясо, свежий хлеб Чистая вода, свежий воздух Оазис А там был кошмар вокруг Но пришло время, Господь сказал Окей, я понимаю, что тебе здесь нравится Но тебе надо идти дальше Для чего идти? О, ну мне нравится здесь Но ты же хочешь большего Еще не все в твоей жизни произошло Еще не все состоялось Еще не все то, что ты хочешь И то, что я хочу, произошло Потому что... Поэтому тебе нужно шагнуть навстречу Своему предназначению И тебе нужно оставить это классное место Где мяско Свежая водичка Свежий хлеб Свежий воздух Поют птички И так далее Тебе нужно идти дальше Куда идти? Идти в Сарепту Сидонскую А что там делать? Иди к вдове Она будет тебя кормить И вот он приходит к вдове И встречается с такой ситуацией Когда выходит женщина И говорит ему У меня пригорш муки И немножечко масла Сейчас сделаю хлеб И с сыном съедим и умрем И он говорит Вот насколько он имел веру Знаете, что это предназначение идти Он говорит Сначала меня покорми А потом посмотрим А потом будешь умирать Нет, он так не сказал Ибо мука в катке не истощится И масло в кушене не закончится Пока Господь не даст победу Израилю И пока Господь не даст дождь И не начнутся перемены Знаете, так классно сидеть на одном месте Особенно это место Если это место теплое, насиженное, комфортное Хороший диван Недавно я купил Сидишь, хороший диван Откидывается такой подголовник на диване Знаешь, сидишь, поставишь Можешь себе поставить эти самые Под ногу там какой-нибудь пуфичек И смотреть телек Все классно Повесил кондиционер На улице жара Просто наслаждайся жизнью Да нет, я не об этом Бог хочет благословить нас Но Он не хочет, чтобы мы застряли На одном месте В своей жизни Чтобы мы в своем предназначении Остановились Поэтому один из принципов Божественного руководства Я говорю, Господи Я хочу, чтобы Ты руководил мною Я хочу, чтобы Ты руководил моей жизнью Говори, Господи Потому что слушает Слушает раб Твой И Он скажет, иди Хватит сидеть Сколько будешь сидеть? Уже, по-моему, ростки пустил Все, уже Прирос Бывает так или нет? Скромное, да? Одно И Господь говорит Илья Ты же пророк Я же тебя призвал Давай вперед Иди дальше Ну, в его ситуации Это была география В нашей ситуации Это не всегда так Это может быть связано С разными вещами Итак, я говорю, Господи Я хочу, чтобы Ты руководил мной Я хочу идти по Твоему пути Я хочу написать эти главы Которые я должен написать В моей жизни Я хочу, чтобы Ты благословил меня И чтобы эта история В моей жизни была благословенной Знаете, кто-то сказал Я чувствовал, что Бог зовет меня Но я испугался Ничего не сделал Я чувствовал, что Бог зовет меня Но у меня не было денег Я чувствовал, что Бог зовет меня Я знал, что Бог зовет меня Но мне было стыдно Я чувствовал, что Бог зовет меня Но я был так занят. Вы знаете, все эти оправдания не катят перед Богом. Правда же? Или мы хотим иметь жизнь, наполненную верой и отношения с Богом? Или разница лишь в том, когда Господь говорит, иди, пойду я или нет? Нет. А знаете, иногда нам нужно ответить себе на вопрос. Я же не задаю вам вопросы здесь сейчас. Я просто предлагаю каждому из нас ответить себе на этот вопрос. Господь, а что ты вообще имеешь в виду? В смысле, что ты предлагаешь мне оставить? Я не знаю. Вы можете знать. Куда ты зовешь меня идти? Во что ты зовешь меня идти? Это один из принципов божественного руководства. Одно местописание по этому поводу прочитаю. Не обидитесь? Всегда, когда читаешь из послания Якова, чувствуешь, что кто-то может обидеться. Разница радует только то, что это не я написал Яков. Так а что ты читаешь Якова, если это он написал? Дома читай Якова. Нет, просто один стих. Я прежде всего для себя его читаю. Это 4 глава, 17 стих. Итак, всякий, кто знает, что должен делать добро и не делает, тот грешит. Простите. Ну, может, не очень, но правда. То есть, я не грешник, я не прелюбодей. Ну, конечно, но ведь я знаю какие-то вещи, которые я должен делать, но не делаю. Это тоже грех. Тоже грешит. Поэтому иногда, когда я ищу Божьего руководства, не иногда, часто, иногда он скажет, давай, 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 хватит сидеть на одном месте. Иди, иди со мной, делай что-то. Я хочу тебя ввести в то или другое и так далее. Хорошо? Я также говорил в прошлый раз, один из принципов это служить. Долго не буду. Когда наша культура говорит, наполни себя, Господь говорит нам наполнять других. Когда люди призывают нас и говорят, бери все, что можешь, это все для тебя и про тебя, вся жизнь это для тебя и про тебя. Это неправда. Хочу сказать, это ложь, друзья. Церковь, это ложь. Моя жизнь, это не про меня и не для меня только лишь. Господь хочет, чтобы мы делали вклад в других вместо того, чтобы только потреблять. Он хочет благословить меня. И это правда. Когда вся культура кричит и все окружение кричит, насыть себя, живи для себя, будь тем, кто вкладывает все для себя. Когда, знаете, иногда хочется, я думаю, что вы со мной согласитесь, иногда думаешь, Боже, устаешь, конечно, от всего и думаешь, как хочется пожить уже для себя. Вы хотели когда-нибудь пожить для себя, просто для себя? Некоторые люди, я слышал, говорят, как я хочу уже просто пожить для себя. Это самая несчастная жизнь, пожить просто для себя. Вот, Господь призывает нас, и в этом есть колоссальное наслаждение. Он говорит, живи не для себя, насыщай других, потому что я не создал тебя только тем, кто потребляет. Я создал тебя, чтобы ты мог отдавать, служить. И мы призваны думать о других, не только о себе. Это призвание. И вот такой образ жизни, он изменяет нашу историю. Знаете, иногда нам нужно помолиться и сказать, Господи, как ты призываешь меня служить? И знаете, очень часто слово служить может ассоциироваться с прославлением, с группой порядка. Это все очень важно. Там еще с чем-то. Но служить, это слово намного шире. Мы призваны служить всей своей жизнью. Кто-то думает, ок, хорошо, это не обозначает это, тогда я живу, как я хочу. Но каждый из нас знает, как он живет. Мы же ходим перед Богом все, и никто никого не осуждает. Я задаю себе еще один вопрос. Господь, кому ты призываешь меня служить? Всем людям не хватит места в конкретной пометной церкви служить, потому что наше служение не только ограничено церковью. Наша жизнь не ограничивается только церковью. Мы за пределами призваны служить. И где ты призываешь меня служить, Господи? Может, много вопросов, но это хорошие вопросы, которые мы можем задать себе. Итак, я говорю, Господи, руководи моей жизнью. Я нуждаюсь в твоем божественном руководстве. Я хочу, чтобы в моей жизни была написана эта новая глава, о которой мне не будет стыдно. Просто управляй моей жизнью. Я доверяю тебе, Господи. Я хочу вам открыть секрет. Он попросит вас служить. Если вы хотите быть руководимы им, он попросит вас служить. Потому что это его характер. Потому что написано, помните, я читал как-то на молитвах это местописание, что Сын Человеческий пришел не для того, чтобы ему послужили, а чтобы послужить и спасти погибшее. Но как он может быть другим? Он такой есть. Поэтому, может, это опасно или как-то подумать надо об этом, но все равно божественное руководство включает в себя призвание служить. Если я хочу, и говорю, Господи, я хочу идти за тобой, я хочу быть руководимым тобой, он попросит тебя послужить, он попросит меня послужить. Может быть, не так, как ты думаешь, но если я открыт послужить, если мое сердце будет открыто к служению, мы обязательно увидим тех, кому нужно послужить. Он нам покажет. Предпоследнее. И, может быть, я перескакиваю, но предпоследнее общение. Общение. Какое местописание прочитать вам? Здесь у меня есть несколько мест писания. Причи. Причи. Тринадцатая глава, двадцатый стих. Кто общается с мудрыми, сам станет мудр. А спутник глупцов попадает в беду. Еще раз. Причи тринадцать-двадцать. У меня почему-то другое местописание. Может быть, у меня опечатка есть. Ну, не важно. У меня еще новый русский перевод. Я найду это местописание. Может быть, оно, Андрей, может, это четырнадцатый, или это из английской Библии, или одиннадцатая, одиннадцатая глава притчи. Ну, вернее, двенадцатая, может, четырнадцатая. Ну, окей. Кто общается с мудрыми, сам станет мудр. А спутник глупцов попадает в беду. Деяние девятая глава, двадцать шестой стих. Саввел пришел в Иерусалим и пытался присоединиться. Вы просто вдумайтесь. Саввел пришел в Иерусалим и пытался присоединиться. Это тоже новый русский перевод. Присоединиться к ученикам. Но они боялись его и не верили, что он тоже ученик. А вы бы верили? Я тоже нет. Он пытался, он искал. Он где? Где у них служение? А они боялись, они скрывали и сказали, вот этот чел вообще на пушечный выстрел. Миша, если появится в нашей церкви метров двадцать-тридцать, сразу скажи, что наши собрания проходят на лесной, где-то в лесу. Не дай Бог вообще, чтобы он попал сюда. Ну, вы знаете почему, по какой причине. Смотрите, что здесь написано. Варнава же привел его к апостолам. Очень, очень, очень рисковал Варнава своим авторитетом. Варнава же привел его к апостолам и рассказал им о том, как Саввел на пути встретил Господа, как Господь говорил с ним. И как в Дамаске он смело проповедовал во имя Иисуса Христа. И дальше написано. Саввел пробыл с ними некоторое время и свободно ходил по Иерусалиму, смело проповедуя во имя Господа. О чем я здесь говорю? Я говорю об отношениях и об общении. Знаете, на каком-то этапе мы начинаем понимать, что мы созданы не только для того, чтобы служить в церкви. И это хорошо понять всем нам. Но мы созданы, чтобы служить вне стен церкви также. И когда мы это понимаем, мы начинаем понимать, что взаимодействие с людьми становится для нас очень важной задачей. первостепенной задачей. Потому что как мы можем служить людям, если мы не взаимодействуем с ними? Правда же, да? Если в моем окружении вообще никого не осталось. Все только верующие люди из моей церкви. Как я могу служить людям вне церкви? Потому что я не могу служить другим, не взаимодействуя с другими. И тот, с кем я общаюсь, возможно, может изменить историю. Не только чью-то историю, но также мою историю. Правда же? Мы просто не знаем этого. И, возможно, завтра или послезавтра мы будем об этом рассказывать. Поэтому это было так всегда на протяжении истории. И я прочитал вам эту историю из Библии об апостоле Павле. Потому что Павел, когда был Савлом, он не был христианином. Прежде чем стать последователем Иисуса Христа, он был Савл из Тарса. Это злобный человек, который преследовал христиан. Не только преследовал он, он занимался их нейтрализацией, мягко говоря. Их казнили за веру, за то, что они считались еретиками и так далее. Он преследовал и убивал христиан. Знаете, если я не люблю последователей Иисуса Христа, то мне бы Савл понравился. Не Павел, а Савл бы понравился. Правда же? Но после того, как он забрал жизни многих христиан, многих верующих в Иисуса Христа, которые верили в воскресение Иисуса, вдруг он стал одним из них. Он становится одним из них. И мы знаем всю эту историю. Об этой истории не буду детально говорить. И его трансформация была настолько радикальной, жизнеизменяющей, что Савл, которого назвали Павлом, тут же захотел рассказать другим об Иисусе Христе. Сразу. Он сразу начал проповедовать. Ни библейский школа, ни подготовки. Но правда заключалась в том, что ни один христианин, ни один верующий в том местности не доверял ему. Представьте себе, ты хочешь проповедовать всем, служить Богу, но ни один верующий, тебе не доверяю. Потому что все знают, кто он. Они боялись, они вздрагивали от этого имени. Это были очевидные причины. Правда же, да? Да, да, да. Савл. И я не буду читать, вы читали это в Деянии, что он убивал христиан. И знаете, я вот задаю такой вопрос. Если бы вам предложили, что в следующие несколько месяцев у вас будет проводить уроки Библии тот, кто казнил там пару тысяч верующих, вы бы были очень рады этому. Он проведет у вас уроки Библии, он будет учить вас в библейской школе. Точно так же и все не были рады. И знаете, я думаю, что и апостолы не были очень рады. У него была одна проблема. Он был помазан, он был спасен, он встретился со Христом, но у него была одна проблема. У него не было доверия других христиан. Поэтому он говорил с каждым, кто давал ему такую возможность о своей страсти, о своей вере и так далее. И решение его искать контакты с другими людьми, он не сказал, так короче. Я хотел плевать на всех этих апостолов. Я сам апостол. Я призванный Господом. Господь открыл мне Евангелие. Я был на небе. Он взял меня и так далее. У меня есть откровение. И мне никто не нужен. Не нужны мне апостолы. Я сам разберусь в своей жизни. Нет, нет. Он искал общение с другими людьми. И это изменило не только их, это изменило его и его историю. И это изменило историю человечества. Потому что Павел был на расстоянии, говорят, если можно так сказать, на расстоянии одного человека до полного момента изменения, полного изменения, до момента полного изменения его судьбы. Всего лишь расстояние одного человека. И это расстояние одного человека, его звали Варнава. Потому что Варнава помог ему встретиться с апостолами. Варнава привел его в Иерусалим. Варнава ввел его к апостолам. И они благословили его, и они помолились за него. Знаете, я бы хотел сказать, что отношения очень важны. Может быть, кто-то из нас находится в одном шаге от отношений, которые изменят всю мою историю дальнейшую, всю мою жизнь. И мы знаем, что Варнава рискнул на самом деле, и он привел Павла к апостолам, которые являлись лидерами того времени. И Павел пытался убивать всех их в прежнее время, но Варнава поручился за своего нового друга. Может быть, он не так много о нем знал, но он знал, что он встретился с Иисусом Христом. И благодаря Варнаве другие ученики Иисуса Христа дали Павлу шанс. Было бы это правильно или нет, если Павел был мощным апостолом, но не признан телом Христовым? Конечно, нет. Но он же самородок. Ну, знаете, есть тело Иисуса Христа, есть Божий порядок. И такой великий апостол, как Павел, он решил прийти к ним, и Варнава помог ему использовать этот шанс. Вы знаете, отношения очень важны. Иногда мы находимся на расстоянии какого-то одного человека от тех благословений, которые Господь имеет для нас. Мы находимся в шаге от того разговора, который приведет нас к лучшим обстоятельствам, к лучшему состоянию в нашей жизни. В каком-то небольшом шаге от понимания своих даров, от того, чтобы стать более эффективным как христианин и так далее, и так далее, и так далее. Мы не должны этим игнорировать. Я спрашиваю себя, есть ли отношения, которые мне лучше разорвать, и есть ли отношения, которые мне лучше построить? Иногда есть отношения, которые лучше разорвать, и есть отношения, которые важно построить. И последнее. Доверие. Я скажу пару слов о доверии и будем молиться. Будем ли мы верить? Это принцип. Мы говорим о божественном руководстве. Буду ли я верить, что Бог благой, даже если моя жизнь не очень хороша? Одна женщина, которая боролась с различными проблемами со здоровьем, она сказала, что она была так близка в отношениях с Богом несколько лет назад. Она была очень сильно вовлечена в служение Ему. Но когда начала проходить очень серьезные испытания, она задалась вопросом, почему Бог позволил этому произойти? Она сказала, как я могу поклоняться Богу, Которому не могу доверять? Будем ли мы верить и доверять Богу, что Он благой, даже если обстоятельства не очень хорошие? Даже если что-то складывается не в мою пользу. Слова этой женщины поднимают самый важный вопрос нашей жизни. Будем ли мы верить в то, что Бог благой, даже когда наша жизнь выглядит не очень хорошо? Потому что наша реакция на боль, наша реакция на вызовы, с которыми мы встречаемся, во многом определяет наше будущее и ту главу, которую мы пишем в следующую. Потому что сама суть веры, мы говорим, что мы верующие люди, сама сущность веры, группа прославления может выходить, требует доверия чему-то или кому-то, кому и чему, что не всегда можно понять, что не всегда можно предсказать согласно человеческим меркам. Знаете, если быть честным, то большинство из нас хочет непровержимых доказательств того, что Бог благ и этот благой Бог присутствует в нашей жизни. И это не является чем-то новым. Мы хотим быть уверенными, что Бог благ и этот благой Бог присутствует в нашей жизни. Помните Фому? Кто помнит Фому? Ну, не лично, а вы читали о нем. После того, как Иисус умер на кресте, затем восстал из мертвых, Фома сказал, что не поверит в это, пока не увидит доказательств. Но вместо того, чтобы рассердиться на Фому и оттолкнуть его из-за недостатка веры, Иисус милостиво показал ему свои руки, пробитые гвоздями. Помните учеников во время шторма, когда поднялся сильный ветер, они были там во время шторма, а Иисус спал. Марк говорит нам об этом, что Иисус спал в лодке в это время. Знаете, если Иисус в моей лодке и в твоей лодке, то шторм может сотрясать нас, но все будет хорошо. Вы знаете, такие люди, как ты и я, мы с вами, такие люди, как эта женщина, о которой я вспомнил, как Фома, как ученики, склонны думать, что если Бог действительно с нами, то мы не попадем в шторм. Ничего с нами не приключится, но дело не в этом. Если Иисус находится с нами, то даже в шторме мы не утонем, Он останется с нами. Он всегда с нами. Во время весеннего ливня, во время того, как светит солнце, во время ужасного торнадо, Он с нами всегда. Вы знаете, и я скажу больше того в конце, Он не просто со мной, Он знает меня лично, Он знает тебя лично. Он не только знает тебя лично, Он за тебя. А если Он за меня, то кто может быть против меня? Знаете, то, что нам нужно, нам нужно доверить Господу все, что сдерживал я раньше. Доверить Ему. Мы о чем говорим здесь? Мы говорим о доверии. Что я должен доверить Ему? Я должен доверить Ему свое будущее, своего будущего супруга, доверить Ему своих будущих детей, доверить Ему свою карьеру, доверить Ему свое здоровье, доверить Ему свои финансы, довериться Ему без сомнений, не утаивая ничего. Это доверие и точка. Я доверяю Богу и точка. Я просто доверяю Богу и точка. Я говорю, Небесный Отец, я доверяю Тебе все, что я буду начинать и заканчивать. Я доверяю Тебе, куда идти и где останавливаться. Я доверяю Тебе достаточно, чтобы отдать свою жизнь для служения, взаимодействия с людьми. Я верю, что Ты рядом со мной во времена штормов. Спасибо Тебе, что Ты всегда со мной, что Ты направляешь мои шаги и даешь мне свое божественное руководство. Во имя Иисуса Христа. Во имя Иисуса Христа